Проблему о комплектованности учреждений врачами Щёлковский район решает открытием для них гостиницы-общежития. В новом городке, поселении Медвежеозёрское, под служебное жильё реконструированы помещения бывшего учебного корпуса Министерства обороны. В этот четверг своё новое жильё – одноместную комнату. Первая осмотрела врач Щёлковской районной больницы номер один Инна Исаева. Каждый день медик добирается на работу на четырёх видах транспорта из Балашихи, где вместе с 12-летним сыном снимает комнату. Я узнала об этом вчера. Очень удивилась. Сказала мне такой первый раз в жизни. Очень обрадовалась, что теперь наконец-то у меня будет своё жильё, своя крыша над головой. Обставить комнату мебелью, купить холодильник помогли в складчину глава поселения Медвежеозёрское Владимир Канахин и компания Софрина. Эта же организация за свой счёт выполнила реконструкцию общежития. Вместе с врачом его осмотрели министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова и рабочая группа «Социальная справедливость Народного фронта». Здание, в котором мы сейчас находимся, невозможно узнать. Я просто помню, в каком состоянии находилось это здание, по сути, в аварийном, переданное в собственность. И, конечно, вот то, что я увидела сегодня, это небо и земля. Очень важно то, что правильно, на мой взгляд, принято решение. Спасибо огромное, прежде всего, главе и общественникам, конечно, и депутатам, всем, кто активно принимал участие в этом процессе. Мы видели необходимость строительства этого общежития, потому что всё-таки укомплектованность объектов здравоохранения персонала была очень низкой, особенно врачами. Конечно, мы поработали с инвестором, привлекли сюда внебюджетные средства, и вот в результате получилось два этажа, 40 комнат, прекрасных для проживания, недостающих нам медицинского персонала. О восполнении кадрового дефицита врачей в Московской области шла речь на выездном экспертном заседании рабочей группы Народного фронта. Оно прошло в ДК Медвежьей озёра. По прошествии года, со дня последнего мониторинга, фронтовики оценили положение в отрасли. За это время из районного бюджета были изысканы возможности субсидирования аренды помещений для приглашённых врачей. В размере 15 тысяч ежемесячно построено новое жильё. Локомотивом отрасли станет перинатальный центр, который будет в Щёлкове открыт в конце этого года. С его появлением количество родов увеличится с 1200 до 2500 за счёт пациенток из соседних районов. Штат квалифицированных врачей подобран на 80%. Остальные специалисты поступят по распределению из главного педиатрического вуза страны – университета имени Пирогова, с которым у Минздрава заключён договор. Спасибо большое. За три года Щёлковский район привлёк в здравоохранение 47 молодых специалистов. По программе «Земский доктор» 35 врачей из других субъектов федерации получили миллион на приобретение жилья в глубинке. В 2014-2015 годах 14 медработников получили комнаты в общежитии, 12 компенсирована стоимость найма жилья. Отдельно на совещании прозвучала тема капитального ремонта медицинских учреждений. За счёт бюджета области в объёме 194 миллионов рублей будет выполнен ремонт шести отделений района больницы номер два, трёх детских поликлиник и стационара для детей в больнице номер один. Всего в перечне 12 объектов. В следующие два года в программу войдут остальные отделения, нуждающиеся в обновлении. Объекты уже определены. Эти средства выделены у нас на несколько лет в этом году, на все, я не говорю на вторую больницу конкретно. И как мы слышали сегодня от дирекции единого заказчика, который работает в Министерстве здравоохранения Московской области, что эти средства будут до конца этого года освоены и работа будет выполнена. Буквально ВКС одно назад губернатор опрашивал нас, как идут дела. Я сказал, что в конце августа выходят на работы и до конца года эти работы сделают. Александр Сергеевич, смогут ли ваши подрядчики эту работу сделать до конца года? У нас нет вариантов. Работы все будут. То есть мы заранее говорим вам спасибо, Александр Сергеевич? Работа все будут. Участие районно-общественной палаты в круглых столах по здравоохранению, регулярные выезды её активистов на социальные стройки способствовали тому, что тема поддержки медицины всегда оставалась на повестке дня местной администрации. Общественность, общероссийский народный фронт, муниципальная общественная палата и некая перезагрузка нашей районной власти. То есть это вот всё совпало и понятно, что такие результаты есть. Задача общественников, конечно, это контроль. Но девиз, вот наша муниципальная общественная палата, это контроль, конечно, через участие. Губернатором Московской области Андрею Юрьевичем Воробьёвым просто продиктована необходимость им, всем главам, принять участие. Сегодня Алексей Васильевич Валов показал, как может всё-таки глава администрации активно содействовать Министерству здравоохранения в этих вопросах. Не без участия Народного фронта Щёлковский район по оперативности оказания неотложной помощи вышел из красной зоны в зелёную. Это стало возможным после открытия станции «Скорая» в микрорайоне Заречный в Щёлкове. Год назад она приняла 11 тысяч вызовов. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Субтитры создавал DimaTorzok